Некоторые моменты по пандемии коронавируса, я постараюсь не останавливаться на тех моментах, которые хорошо известны, и поговорить как-то о тех ее сторонах, которые, наверное, не так широко обсуждаются. Сразу в наши сложные времена делаю оговорку, что моя позиция не является официальным мнением Министерства здравоохранения. И, наверное, я должен был начать с какой-то вот такой вот картинки и спросить, что же мы знаем о пандемии, и начать рассказывать про эпидемиологию, про заболеваемость. Но на самом деле мы знаем намного меньше, чем нам кажется, и сейчас я остановлюсь как раз на этих моментах. Если мы внимательно посмотрим на те данные, которые мы имеем, если мы посмотрим динамику заболеваемости и смертности в разных странах, то мы увидим, что качество надзора можно очень хорошо оценить по соотношению вот этих вот двух кривых. В странах, где были мощные системы надзора и где они не были перегружены, мы имеем очень правильные графики, правильные не по высоте, не по абсолютным цифрам, а потому, что после пика заболеваемости, пик смертности наступает через 2-3 недели, собственно, как это и должно быть при развитии заболевания, поскольку смертность, летальные исходы у нас наблюдаются как минимум через 2, а в среднем где-то через 3-4 недели после начала заболевания. Вот если мы посмотрим на графики для Южной Кореи или для Австралии, мы видим как раз примеры таких вот правильных систем надзора. С другой стороны, если мы посмотрим на графики, скажем, для Ирана и Беларуси, мы увидим полное отсутствие корреляции между этими показателями. То есть у нас может быть пик смертности без заболеваемости, может быть смертность высокая при падающей заболеваемости. То есть можно, по крайней мере, понять, где системы надзора работают более эффективно, где они работают менее эффективно. При этом, если мы посмотрим на то, что у нас происходило в большинстве стран Западной Европы и в Соединенных Штатах, мы увидим, что эффективность надзора очень сильно менялась на протяжении вспышки. В первую волну, в весеннюю волну, у нас была очень высокая смертность. Вот здесь графики для США и Бельгии. Но если мы посмотрим практически на все страны Европы, Франции, Италии, Испании, будет примерно такая же картина. В весеннюю вспышку очень высокая смертность с низкой заболеваемостью, а осенью высокая заболеваемость, низкая смертность. И если мы посмотрим на график тестов, то понятно, что это не потому, что научились хорошо лечить, а потому, что научились, ну или не то, что научились, стали делать достаточно тестов, чтобы выявлять легкие случаи. Поэтому даже в пределах одной страны мы не можем сравнивать весеннюю и осеннюю волну. Что же у нас в России, если мы посмотрим на такие же графики? На самом деле, наши системы надзора очень хорошо отработали весеннюю волну. Мы видим, что у нас пик был где-то на конце майских праздников заболеваемости, а пик смертности был только в конце мая, начале июня. То есть здесь все было замечательно. И, собственно, если мы посмотрим на график тестов, видно почему. Потому что к этому времени, к середине апреля, к маю уже было достаточно тестов. Они не были лимитирующим фактором. И здесь система надзора сработала очень хорошо, вся система регистрации. А вот осенью, к сожалению, ситуация поменялась. Потому что у нас вот эта разница, она была где-то 14-17 дней весной между пиком заболеваемости и смертности. А рост смертности и заболеваемости осенью уже имеет намного меньший разрыв. То есть где-то, смотря как считать, с каким методом смотреть, где-то этот разрыв в неделю, а где-то еще меньше, около 4 дней. И, скорее всего, это связано не с тем, что тестов недостаточно. Конечно, здесь рост количества тестов у нас замедлился осенью, но все равно у нас полмиллиона тестов на 20-25 тысяч случаев. То есть тестов все равно в 20-кратном избытке. А, скорее всего, это связано и с усталостью систем здравоохранения, и с отсутствием мотивации к регистрации легких случаев не только у пациентов, но и у участников всей системы. Потому что действительно сейчас, кроме больниц, которые имеют хороший тариф ОМС, вряд ли кто-то еще заинтересован в регистрации легких случаев. В этом, естественно, не заинтересован человек, потому что он получает очень жесткий карантин для себя и для своей семьи и не получает ничего взамен. В этом не заинтересован работодатель. Но кто еще заинтересован или нет, рассуждать не будем. Но вот мы видим, что у нас качество регистрации сократилось, и это, наверное, какая-то системная проблема, не связанная с тестированием. При этом в разных регионах ситуация тоже очень сильно различается. В большинстве регионов примерно такая картина, как в Москве. То есть у нас пик заболеваемости идет за несколько дней, за несколько недель до пика смертности. Есть очень хорошая корреляция заболеваемости-смертности. Вот этот график Москвы, он, в принципе, довольно типичный для большинства регионов. Но в отдельных регионах, например, вот в Санкт-Петербурге, не совсем понятно, что происходит. То есть у нас есть смертность без заболеваемости. У нас в октябре, в сентябре-октябре рост смертности начался задолго до роста заболеваемости. То есть тоже возникают вопросы о том, насколько эффективна идет регистрация заболеваемости. Поэтому вот те данные, которые у нас есть на сегодня, к сожалению, прошел уже год с момента появления вируса. Но пока что по данным о заболеваемости мы можем говорить только о том, что мы начинаем понимать масштаб ограниченности наших знаний. То есть мы не можем сравнивать разные страны, разные принципы, разное качество регистрации. Мы не можем сравнивать волны в одной стране, потому что качество надзора менялось и очень заметно иногда в 10 раз. Мы не можем сравнивать регионы в одной стране. И все абсолютные цифры, которые мы имеем, они весьма условны. Поэтому, к сожалению, делать какой-то осмысленный анализ генеологии, при том, что у нас разбросы в качестве данных могут быть в 10 раз, достаточно сложно. Теперь несколько слов о летальности. Тоже летальность, как уже, наверное, всем понятно, это вещь очень условная, которая зависит в первую очередь от качества регистрации, от эффективности выявления легких случаев. Собственно, вот здесь вот то, что происходило во всем мире. У нас был пик на первом графике, значит, был пик летальности в конце весенней вспышки. Летальность вот до 7% доходила на случай. А потом с увеличением эффективности выявления легких случаев она начала падать. Сейчас средняя в мире 2,4%. Ну, совершенно логичная картина, которая вполне согласуется с тем, что я показывал до этого. Теперь, если мы посмотрим, что у нас происходит в России, то мы видим, что у нас сейчас идет резкий всплеск количества новых случаев, вот голубой график, но при этом летальность не падает. То есть у нас есть очень много людей, которые вроде как заболели, вроде как они еще просто по определению не могли стать частью летальности, но падение летальности не происходит. Почему же это так? Если мы посмотрим на отдельные регионы, вот что происходит у нас в Москве, летальность у нас падает, заболеваемость растет, то есть вот все происходит ровно так, как и должно быть в теории. Но если где-то чего-то происходит правильно, а в среднем по стране непонятно что, то где-то, значит, происходит что-то очень неправильное. И такие регионы действительно есть. Вот в качестве примера Ростов, хотя это не единственный такой регион, это во многих регионах, у нас растет и заболеваемость, и летальность. И, на мой взгляд, это указывает на то, что имеет место перегрузка и система надзора за случаями, то есть не выявляются легкие случаи, и, возможно, система здравоохранения, система лечения. Почему вообще так сложно понимать, так сложно контролировать эту пандемию? К сожалению, вот здесь не работает анимация слайдов, поэтому показывает сразу все, поэтому придется мне прыгать с мысли на мысль. Вот классическая модель эпидемии. Это восприимчивые, инфицированные, выздоровевшие. В начале эпидемии все восприимчивые, синий график, потом часть инфицируется, это красный график и зеленый график, выздоровевшие, имеют иммунитет, не могут быть заражены. Все эту модель из учебника знают. К сожалению, при COVID эта модель не работает ни по одному из параметров. Мы знаем, что около 30% людей имеют Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. Это было еще в апреле показано немецкими учеными. И мы не знаем вообще, что это значит для восприимчивости к ковиду. То есть мы знаем, что есть перекресты, мы знаем, что есть активные клоны, но мы не знаем, эти люди не болеют вообще или эти люди болеют преимущественно бессимптомно. Иммунитет есть. Сейчас идут работы, окончательных данных нет, но уже понятно, что и с генетической точки зрения люди не одинаково восприимчивы к коронавирусу. Скажем, в Соединенных Штатах совершенно четко у черного и испаноязычного так называемого населения заболеваемость, смертность примерно в полтора раза выше, чем у белого населения. Теперь, если мы посмотрим на то, что же у нас такое инфицированное, тоже тут все совсем непросто. По разным оценкам, наша зарегистрированная заболеваемость это от половины до 10% от истинного числа людей, у которых размножается вирус от инфицированных, то есть не больных, а инфицированных. А от 50 до 90% инфекции это бессимптомные инфекции по разным оценкам. Тоже понятно, что в такой ситуации отслеживать цепочки очень сложно, особенно у детей, у школьников, где практически отсутствует симптоматическая заболеваемость, но при этом циркуляция вируса может быть очень широкая. И непонятно, как в такой ситуации строить модель. И у нас большим вопросом, и вопросом, на который мы в ближайшее время вряд ли получим ответ, остается частота повторных инфекций. Потому что мы знаем, что они возможны, это совершенно ожидаемо, но мы не знаем, с какой частотой они происходят, и вряд ли мы в ближайшее время узнаем. Потому что количество, скажем, бессимптомно инфицированных в первый раз мы можем выявить, по крайней мере, по появлению антител. А для того, чтобы выявлять повторно инфицированных, нужно не просто иметь парные сыворотки, но и вести достаточно плотный мониторинг, потому что мы не знаем, с какой скоростью падают титры антител. То есть это нужно у достаточно обширной группы регулярно, там, раз в месяц смотреть титры антител или раз в несколько дней делать ПЦР. Очень большая сложная работа, поэтому вряд ли мы будем иметь четкое понимание о частоте повторных инфекций у переболевших или вакцинированных в ближайшее время. Кроме того, не все случаи передачи и не все случаи инфекции одинаковы в плане риска дальнейшего распространения инфекции. Для коронавируса это еще не было в прямом виде доказано, но для гриппа в прямом эксперименте с заражением добровольцев было показано, что инфицирующая доза имеет определяющее значение и для тяжести течения, и для распространения вируса. Вот здесь вот это прямой эксперимент, то есть это брали добровольцев и заражали их различными дозами вируса от 10 в четвертой до 10 в седьмой. Кстати говоря, вирусологи это отлично знают, но, наверное, это знает меньшая часть врачей общей практики. Для заражения никогда недостаточно одного вируса, только в исключительных случаях. Обычно заражающая доза где-то от 10 до 1000 вирусов. И, собственно, для гриппа видно, что 10 четвертой вирусов, то есть 10 тысяч, вызывают только субклиническую инфекцию. Если человек получает дозу 10 четвертой, 10 пятой, то вирус не выделяется, а симптомы минимальные и заканчиваются очень быстро. А если человек получает 10 шестой или 10 седьмой вирусов, то он и выделяет вирус очень эффективно и длительно, и имеет очень яркую клинику. Собственно, вот это вот наблюдение, вот эта вот картинка объясняет многие случаи, которые описаны так называемые анекдотические свидетельства с коронавирусом, когда там какой-то блогер облезал микрофон, какой-то блогер, помните, в феврале там дырную ручку облезал и говорил, что коронавирус не боится молодой человек, который практически не имел шанс умереть от коронавируса и получал инфекцию с летальным исходом. Собственно, вот глядя на этот график, понятно, почему. Потому что иммунитет – это баланс между эффективностью защиты и его ценой в плане биологических ресурсов. И понятно, что никакой иммунитет не может быть рассчитан на защиту от 10-10, 10-12 инфекционных вирусов. И еще, почему этот график очень важен, он показывает, почему маски могут быть эффективны, даже если они не полностью предотвращают заражение. Потому что снижение заражающей дозы может иметь не только эффект в ограничении распространения вируса, но и позволять рост иммунной прослойки без тяжелой заболеваемости, без летальности. Что же с химиотерапией? Ну, на самом деле, вот испытания лекарств при коронавирусе показали, что все в руках исследователя. Хороший работающий препарат можно испытать неудачно. Например, это ранние январские работы по кортикостероидам, когда их давали всем подряд с первого дня инфекции. Естественно, что если давать иммуносупрессант больному в острой фазе, то вероятность ухудшения намного выше, чем вероятность улучшения. Потом уже в феврале эта ошибка была исправлена, но какое-то время было потеряно. С другой стороны, мы видели, как неработающий препарат можно испытать удачно. Это гидроксихлорохин. Это данные, которые потом не подтвердились. И тоже цена вот этой ошибки была очень высока, потому что препарат очень токсичный. Мне его приходилось принимать самому, и это очень малоприятный препарат. Поэтому ошибки бывали во все стороны. Ну и самое парадоксальное – это то, что вот читая сообщения о испытаниях препаратов или о каких-то еще находках, видно, что практически любой результат, совершенно противоположный, мог быть объяснен с точки зрения сигнальных путей, механизмов и опубликованных данных. То есть совершенно логичное и как бы вменяемое объяснение можно было подтянуть к любому результату, к совершенно противоположным данным. Теперь несколько слов про фави-перавир. Вообще я должен сначала выразить свое глубокое уважение и даже восхищение той команде, тем командам, которые смогли развернуть его производство в такой короткий срок и провести испытания. Это действительно очень большое достижение. И его эффективность у больных, если принимать его на раннем сроке, на мой взгляд, вполне доказана. Как минимум, это были два клинических исследования. Единственная проблема – это то, что препарат, как и большинство противовирусных препаратов, как тот же ацикловир, как азальтеневир, работает, если его начинать принимать в первые дни инфекции. Мы до сих пор не знаем, какой эффект он имеет на летальность. И не совсем понятно, как его применять в реальной практике. Потому что в первые 3 дня, в первые даже 5 дней инфекции мы не знаем и даже не можем знать, у кого из больных есть вероятность развития тяжелых осложнений. На 7-й, на 10-й день уже есть набор маркеров, которые все уже хорошо знают. Мы уже можем прогнозировать, кому сейчас будет плохо. И, собственно, это основание для назначения иммуносупрессивной терапии. Первые 3 дня мы этого знать совершенно не можем. У большинства пациентов риск развития тяжелых осложнений невысокий. И, скажем, для пациента 40 лет цена спасения жизни при применении фавиопераира, если он будет спасать половину жизни, будет порядка 20 миллионов рублей на одну спасенную жизнь. Но для нашей системы здравоохранения цена, наверное, очень высокая. Кроме того, вот в условиях того, что я говорил про то, что сейчас у нас больные обращаются к врачу только когда начинают задыхаться, тоже не совсем понятно, где вот в этой ситуации вообще может быть место для фавиопераира. Поэтому мы видим ситуацию, когда у нас препарат с доказанной фармакологической активностью, препарат работающий, замечательно, что он есть, но как его применять в клинике нужны, наверное, еще дополнительные и достаточно обширные исследования, чтобы это понять. Кстати говоря, фавиопераир вполне мог бы повторить судьбу ремдесивира, потому что вы все, наверное, знаете, что для ремдесивира где-то неделю назад или две недели назад ВОЗ опубликовала рекомендацию не применять его, и данные о том, что он не показал эффективность у больных, которые поступают в стационар с дыхательной недостаточностью. Но, собственно, я думаю, если бы в таких условиях испытали фавиопераир, было бы то же самое, потому что не может противовирусный препарат быть эффективным на том этапе, когда патогенез заболевание уже не связано с размножением вируса. Поэтому вот этот вопрос требует, конечно, дальнейших и намного более обширных клинических исследований, чем были выполнены для регистрации препарата. Ну а чего нам ждать вообще, когда нам ждать конца пандемии? Если мы основываемся на том, что число репродукции для коронавируса в отсутствии каких-то вмешательств, то есть количество новых случаев на один случай – это 3-4, то для контроля эпидемии, тут, к сожалению, формула потерялась, нужна иммунная прослойка где-то 60-75%. Мы также знаем, что регионы с очень высокой заболеваемостью имели где-то 10 людей с антителами на один зарегистрированный случай, но что совершенно неудивительно, если посмотреть на те графики, с которых я начал. И в таких регионах иммунная прослойка в конце весны, в начале лета достигала в Италии 40%, в Нью-Йорке и в Москве 27%, в Иране 22%. То есть казалось, что вполне возможно достижение иммунной прослойки естественным путем. Если мы посмотрим, что у нас сейчас, то у нас в странах с максимальной заболеваемостью сейчас уже переболели 3-4% населения, это в зарегистрированных случаях. То есть казалось бы, можно вот эти 3-4% умножить на 10 бессимптомных, к сожалению, мы этого сделать не можем, потому что мы уже видели, что эффективность регистрации сильно менялась, мы не можем даже сравнивать данные в одной стране весенней и осенней. То есть иммунная прослойка, наверное, достижима, сейчас еще поговорим, какой ценой, но все не так просто, мы, к сожалению, не можем вот так вот легко посчитать, когда. А сколько, собственно, будет стоить иммунная прослойка в плане человеческих жизней? Мы уже, наверное, знаем, что полагаться на зарегистрированную заболеваемость как на какую-то меру тяжести пандемии мы не можем. Слишком эти данные ненадежные. Со смертностью данные, наверное, более надежные. Мы видим, что в странах, которые успешно, ну, не успешно, там, которые прошли пик заболеваемости, в Бельгии прошла классическая волна, было зарегистрировано, это максимальное вот из того, что есть из отдельных стран, зарегистрировано 140 смертей на 100 тысяч населения, то есть где-то 0,15%. В городе Нью-Йорк зарегистрировано 290 смертей на 100 тысяч населения. И сейчас в Нью-Йорке идет вторая волна, но смертность практически не наблюдается. То есть заболеваемость регистрируется, но уже нету и следов той смертности, которая была весной. То есть пока что вот это вот, возможно, та цена иммунной прослойки, которая потребуется, чтобы, если не предотвратить циркуляцию вируса, то, по крайней мере, резко снизить его социальную значимость. То есть это 0,3% от общего населения. При этом в Чехии, например, была очень тяжелая вспышка. Сейчас в Чехии только проходит пик, и смертность явно будет расти, но уже имеет 70 смертей на 100 тысяч. В среднем по Соединенным Штатам у нас 80 смертей на 100 тысяч, и рост еще продолжается. То есть явно вот такая цена в 70-80 на 100 тысяч, а это практически 0,1%, это явно недостаточно для иммунной прослойки. Что же происходит у нас? В Москве у нас 67 смертей на 100 тысяч, в Питере у нас 93 смерти на 100 тысяч. Ну, казалось бы, уже результат для этих городов близок, и, наверное, действительно, где-то мы приближаемся к, по крайней мере, к тому, что иммунная прослойка станет очень значимым фактором в борьбе с распространением вируса. А вот если мы посмотрим на Россию без Москвы и Санкт-Петербурга, то у нас было 20 смертей на 100 тысяч населения. То есть это значит, что если мы ориентируемся, скажем, на город Нью-Йорк, то мы не прошли и одной десятой пути к иммунной прослойке, и количество заболевших может вырасти еще в 10 раз. При этом, конечно, нужно сделать оговорку на врезке, что летальность можно считать по-разному. Скажем, данные для Москвы – это 2,3%, если коронавирус был основной причиной смерти, и 5%, если был основным или сопутствующим заболеванием. И выяснить, как считают разные страны, достаточно сложно. Причем это часто менялось. Мы знаем, например, что Италия вначале эпидемия считала все случаи, где обнаруживали коронавирус, как смерть от коронавируса. Мы знаем, что в Соединенных Штатах эти рекомендации динамически меняются, и причем могут быть разные в разных штатах. Поэтому сравнивать их тоже непросто, но, по крайней мере, здесь возможная ошибка плюс-минус в два раза, а не плюс-минус в 10 раз, как при анализе заболеваемости. И общий вывод, наверное, такой, что для России естественная наработка иммунной простойки остается еще практически недостижимой задачей, и полагаться нужно на вакцинацию. В мире сейчас три вакцины находятся на третьей фазе клинических исследований, на третьей фазе клинических исследований находятся 11 вакцин, из них ограниченно лицензированы 6 вакцин у нас и в Китае. И по сообщениям разработчиков, все вакцины, для которых есть данные, дают 90-процентную защиту. Но еще пока что ни одна вакцина не запущена в массовое производство, и, конечно, это станет следующим узким местом для многих вакцин. При этом есть многие проблемы, и пока что мы не можем оценить их масштаб. Это мы не знаем, насколько сильно их местный или мукозальный иммунитет будут давать эти вакцины. А это ключевая характеристика для того, чтобы они предотвращали циркуляцию вируса. Мы не знаем, насколько длительной будет защита, потому что мы знаем, что у переболевших уровень антител падает очень быстро, но мы не знаем, насколько же быстро падает защита или нет. И есть очень большое опасение, которое не очень любят обсуждать публично, потому что все стараются про него так счастливо забыть, но те, кто занимаются коронавирусами, знают проблему очень хорошо. Это иммунное усиление или антителозависимое усиление, antibody-dependent enhancement. Насколько же реален иммунопатогенез для вакцин вообще и для коронавирусных вакцин в частности? Ну, самым ярким, таким самым зловещим примером является вакцина от лихорадки Денге, которая была испытана на Филиппинах и привела примерно к синестам летальным исходам при первом заражении лихорадкой Денге. Напомню, что при первом заражении смертность практически невозможна. Умирают те, кто болеет во второй раз. Так вот, после вакцинации около 700 человек погибли после первого заражения лихорадкой Денге. Менее известные, менее масштабные провалы вакцин из-за иммунопатогенеза – это вакцина от респираторно-синсициального вируса и одна геноинженерно-экспериментальная вакцина от кори. При этом для коронавирусов проблема имеет особое значение для первого SARS известно, что антитела могут утяжелять его патогенез. Антителозависимое учреждение показано экспериментально у обезьян с коронавирусной инфекцией, с первым коронавирусом SARS. Для многих прототипов вакцин SARS был показан иммунопатогенез, и иммунопатогенез известен для некоторых ветеринарных вакцин от коронавирусов. Из 38 вакцин от первого коронавируса, экспериментальных вакцин, которые никогда не были доведены до производства, никогда не дошли до клинических испытаний и только разрабатывались лабораторно, проходили до клинику, иммунопатогенез в той или иной степени наблюдали у 28 вакцин, и отсутствовал он только у 10 вакцин. При этом 4 вакцины, вот обведенные, не давали защиты вообще, и при этом давали иммунопатогенез, потому что большинство вакцин все-таки имели одновременно и защиту, и иммунопатогенез, и несмотря на иммунопатогенность, у них защитный эффект мог преобладать, мог перевешивать. Но в целом статистика по иммунопатогенезу у SARS и MERS вакцин достаточно неприятная. Для вакцин от нового коронавируса данных об иммунопатогенезе пока что нет, но эта угроза сохраняется. И предсказать иммунопатогенез, к сожалению, практически невозможно. Скорее всего, что вакцины с сильным и гуморальным, и клеточным иммунитетом будут иметь намного меньший риск, высокие нейтрализующие типы теоретически безопаснее. То есть здесь смысл в том, что вирус должен быть уничтожен до того, как он сможет размножиться и дать вот этот иммунопатогенез. И, к сожалению, испытания третьей фазы практически не имеют шансов выявить иммунопатогенез, только если он будет очень выражен, потому что обычно он происходит при снижающемся уровне антител. То есть он редко происходит сразу после иммунизации. Часто это происходит через полгода, через год, через несколько лет в экспериментах. И хотя такие эксперименты проводились по крайней мере для вакцин модерны и китайской Синовак, и там в эксперименте не нашли признаков антителозависимого усиления, но мы не знаем про релевантность этих моделей. Наверное, разработка моделей и полное понимание иммунопатогенеза в эксперименте займет несколько лет. Поэтому вот какие могут быть у нас сценарии? Ну, сначала мы начнем с двух самых, наверное, невозможных сценариев. С самого оптимистичного сценария, с самого эпсимистичного. Самое эпсимистичное – это то, что защита от вакцин будет крайне нестойкая, будет наблюдаться антителозависимое усиление инфекции, ведь если оно будет наблюдаться даже у 0,1% предотых, это все равно будет неприемлемо, потому что главный принцип нашей медицины – это ненавредить. И спасение 10 или 100 человек от инфекции ценой жизни ни одного для современной медицины не будет приемлемо. Оптимистичность. Но эпсимистичный сценарий – это, наверное, уже невозможно. Уже понятно, что вакцины довольно неплохо работают. Уже видно, что у людей ни одного случая ДЕ у тех сотен и уже даже тысяч привитых не наблюдалось. Поэтому, скорее всего, этот сценарий уже можно исключить. Оптимистичный сценарий – что вакцины будут давать сильным указальный иммунитет, что передача вируса будет прервана после вакцинации, и вирус будет полностью искренен. На мой взгляд, вероятность такого сценария не сильно выше, чем у эпсимистичного. Почему? Потому что большинством заболеваний люди болеют один раз. Полиумилитом болеют один раз, корь, красноха, спинка болеют один раз. С сезонными коронавирусами мы болеем каждые несколько лет. Где-то, наверное, в среднем каждые 3-5 лет, каждым из четырех респираторных коронавирусов мы болеем. И у нас есть примеры вакцин, примеры инактивированных вакцин, например, вакцина от полиумилита, которая прекрасно защищает от паралича, но при этом не дает указальный иммунитет. То есть вирус может размножаться в кишечнике, как будто человек никогда не прививался. При этом этот человек может заражать невакцинированных. То есть оптимистичный сценарий о том, что вакцина полностью прервет передачу вируса, мне он кажется нереалистичным. Потому что коронавирус, когда он размножается на слизистых, он не сильно взаимодействует с иммунной системой. И я не уверен, что хороший уровень антител будет предотвращать его размножение на 100%. Теперь к более реалистичным сценариям, хороший сценарий и приемлемый сценарий. На самом деле, я думаю, что результат будет где-то посередине, потому что разница между этими сценариями некачественная, а количественная. При хорошем сценарии вакцины будут прекрасно защищать от тяжелой инфекции, но бессимптомная или легкая инфекция будет возможна. На мой взгляд, это хороший сценарий, потому что в такой ситуации последующие заражения циркулирующим коронавирусом сформируют мукозальный иммунитет. При этом вирус продолжит циркулировать в мире. Приемлемый сценарий заключается в том, что защита будет угасать значительно быстрее. У нас не будет наблюдаться антителозаписимого усиления, то есть не будет побочных эффектов. Повторные заражения будут возможны, но в среднем будет протекать легче и будет необходима регулярная вакцинация. При этом сценарий вирус тоже продолжит широко циркулировать в мире. То есть на самом деле разница только в том, нужна будет регулярная вакцинация или этот иммунитет будет поддерживать естественную циркуляцию коронавируса или какая-то комбинация этих двух факторов. Остановит ли вакцина циркуляцию, к сожалению, мы не знаем и в ближайшее время не узнаем, потому что, как я уже говорил, повторные случаи инфекции очень трудно отследить. Мы не узнаем, наверное, до 2022 года, насколько вакцина предотвращает циркуляцию. Мы не узнаем, насколько стойкая защита до, наверное, 2023-2024 года, потому что по титру антител мы совершенно не можем судить о стойкости защиты. И меня всегда очень огорчает вот эта вот ошибка, которую и в СМИ тиражируется, и какими-то комментаторами, что вот уровень антител падает, значит защита исчезает, все, мы все умрем. Но иммунная система немножко по-другому функционирует. Ее основой являются и клетки памяти, которые всегда могут возобновить производство антител, и клеточный иммунитет, который ключевой, наверное, в случае с коронавирусом. Поэтому титры антител — это очень неправильный, ненадежный коррелят протекции от коронавируса. И, к сожалению, мы не сможем полностью исключить риск антител зависимого усиления инфекции на угасающем иммунитете, пока иммунитет не начнет угасать, то есть в годы, наверное, до 24. И, к сожалению, на сегодня, в принципе, невозможно сказать, какая из вакцин в перспективе одного года, а тем более трех лет, окажется лучше. Поэтому какое тут может быть решение? На мой взгляд, решение простое. Можно расслабиться и привиться. Собственно, я уже спутником кривился, потому что если у нас есть такая неопределенность, то, по крайней мере, можно три года прожить спокойно. Большое спасибо за внимание и, пожалуйста, вопросы. Можно такого плана вопрос. Ну вот фавипировир тут же самый. Изначально это же препарат, который разрабатывался для лечения гриппа. То есть предполагали, что он сможет снизить летальность при тяжелом гриппе. Правда, у японцев, соответственно, исследователи проводились, им не удалось добиться данного снижения. Но вот насколько вы оцените вообще возможность применения фавипировира и при гриппе, соответственно? Большое спасибо. Честно говоря, я не видел данные по гриппу. И, насколько я помню, у японцев он не был препаратом выбора. Потому что, конечно, он уступает азельтамивиру. Насколько я так вот припоминаю и по активности, но главное, он уступает азельтамивиру очень сильно по безопасности. Потому что это не тот препарат, который может продаваться в аптеке. Это препарат, который должен продаваться, так условно, в комплекте с тестом на беременность, потому что его основной эффект – это тератогенный. Поэтому вот я думаю, что даже при сопоставимой эффективности, она у него все-таки, наверное, ниже, он в Японии был резервным препаратом. То есть он был препаратом на случай, если появится какой-то высоко вирулентный штамм, устойчивый к азельтамивиру и к другим препаратам. Поэтому я не думаю, что он имеет такие вот большие препараты при гриппе, потому что это не такое тяжелое заболевание, чтобы применять тератогенный препарат, да еще у него довольно широкий спектр полученных инфектов. Да, спасибо. Александр Ильич, еще такой вопрос. Вообще вот при острых температурных инфекциях, будь то грипп, да, то есть будь то коронавирусная инфекция, возможно ли вообще создание противовирусного препарата специфического, который был бы достаточно эффективен уже у лиц, у которых развились симптомы, потому что до появления симптомов большинство применять ничего не будет. После появления симптомов, возможно, это поздно. Я знаю, что в докладе вы касались этого частично, но можно вот здесь вот расставить точки над «и», соответственно. да, ну смотрите, в первый день или два эффективные препараты есть. Скажем, тот же самый азальтамивир, он в первый день вполне эффективен. Более того, у нас есть случаи, когда у нас есть, скажем, экспозиция, и можно препарат применять как профилактика после экспозиции. Это тоже для азальтамивира есть, это тоже вполне себе такое жизнеспособное окно. Тут проблема в другом, в том, что простуда имеет сложную этиологию. Это и риновирусы, и коронавирусы, адена, и грипп, все его разновидности, и парамиксовирусы. Сделать универсальную молекулу, которая будет действовать на все эти вирусы, практически невозможно. Сделать какой-то коктейль из пяти, скажем, молекул, который будет действовать, ну, в принципе, наверное, возможно. То есть тут я думаю, что на самом деле химиотерапия и простуд – это недооцененное направление, но оно настолько сложное было до сих пор, что за него браться было для серьезных разработчиков довольно самонадеянно и с негарантированным успехом. И Поляна очень сильно занята препаратами с неустановленной фармакологической активностью. То есть рынок занят, но занят знаете чем. Для того, чтобы эффективно лечить простуду, у нас таблетка должна иметь или коктейль, или у нас должна быть недорогая доступная диагностика, когда можно в течение нескольких часов поставить диагноз, от чего это простуда, и тогда применять препарат. То есть тут вот это главная проблема. То, что возможна разработка препарата от любого вируса, я нисколько не сомневаюсь. Просто это 5 или 10 лет – это не полгода. То есть перспективы потенциально есть, вы считаете? Перспективы есть. Я тут не вижу никаких теоретических причин. Здесь причины скорее организационные, и причины финансовые. Тут вопрос к маркетологам. Потому что от гепатита С, который уже хронизовался, уже там намного более сложный вирус, все равно лекарства сделали, все равно это огромный правиль в химиотерапии. И это было, наверное, более сложное мишень, чем простудные заболевания. Александр Михайлович, недавно буквально на днях в Штатах зарегистрировали для клинического применения два антителом наклональных в отношении коронавируса. Ну вот, учитывая стоимость всего этого дела, насколько это расследует как реальную альтернативу, реальную опцию для лечения этих больных. То есть, соответственно, там это регламентирование для лиц, насколько я помню, с легким течением COVID-19, то есть в начале, то есть инфицирование. Ну, стоимость, естественно, как у всех монокональных антител, просто огромная. Ну, перспективно это направление или нет? Ну, я тоже вот такой большой перспективы не вижу, потому что, конечно, есть узкая группа больных, у которых возрастной риск или риск по сопутствующей патологии, скажем, риск летального исхода составляет несколько процентов. То есть во всей вот медицине, там в страховой государстве в Соединенных Штатах, в Западной Европе, там есть цена жизни, скажем, порядка 100-200-300 тысяч долларов или евро. И если вот этот препарат в какой-то системе, в каком-то уравнении у каких-то больных будет попадать в это окно, то есть затраты в 300 тысяч долларов позволят спасти одну жизнь, у таких больных он будет применяться. То есть тут соображения будут не медицинские, я думаю, они будут финансовые. А если цена спасенной жизни будет 3 миллиона долларов, то тогда перспективы, конечно, будут туманные. Александр Ильич, и последний, наверное, у меня вопрос. То есть если мы посмотрим на все вакцины против коронавируса, там нужна реальная холодовая цепь, да, то есть для отдельных вакцин, точнее, минус 70 градусов, для других минус 20 градусов. Ну вот, как вы видите, обеспечение массовой вакцинации в нашей стране при таких условиях для хранения транспортировки? Ну, у нас он за окном минут 20. Нет, конечно, я не думаю, что нужно про нашу страну так как-то говорить, что она отсталая, потому что минус 20 для 90%, 95% России соблюсти вполне реально. Вот минус 80, да, это действительно проблема, но минус 20 – это не та холодовая цепь, которую невозможно соблюсти. Это, во-первых. Во-вторых, если это будет, скажем, активированная вакцина, как вот то, что разрабатывается центром Чумакова, то там требования к холодовой цепи будут, скорее всего, тоже тут нужны дополнительные испытания, понимаете, когда торопятся как можно скорее выйти на третью фазу, то, естественно, делают самые строгие условия, то есть и дозу максимальную, наверное, и, возможно, где-то избыточную, и холодовую цепь где-то избыточную, потому что нужно любой ценой получить положительный результат. Я думаю, что для многих вакцин, которые сейчас разрабатываются, возможны какие-то дополнительные испытания, которые позволят снизить требования к холодовой цепи. Это первое. И второе, я не думаю, что у нас минус 20 – это недостижимая холодовая цепь. Вот в Индии, да, в Индонезии, да, будут проблемы. Но у нас как раз зима, надо пользоваться. Понятно. Спасибо большое, Александр Николаевич. Очень интересно было вас слушать. Очень рад такому заочному, фактически, онлайн-знакомству. Спасибо большое вам. Сейчас, вы знаете, вот очень интересный вопрос в чате про вакцинацию переболевших, имеющих антитела. Об этом очень активно говорят разработчики вакцин, но, честно говоря, я сомневаюсь в целесообразности вакцинации переболевших. Потому что вот я все-таки считаю, что иммунитет, приобретенный естественным способом, он всегда и более правильный, и более протективный, чем искусственный иммунитет. Поэтому я, честно говоря, не вижу никаких для этого оснований. Конечно, мы должны посмотреть, насколько будут часто болеть переболевшие. Потому что сейчас мы этого не знаем. Антитела – это все, конечно, хорошо, Т-клетки – это хорошо, но единственным критерием защиты является отсутствие заболеваемости. И это должны быть какие-то статистически подтвержденные данные, что у нас люди действительно настолько часто болеют переболевшие. Конечно, они будут болеть повторно, и, конечно, будут тяжелые случаи. Но мы должны иметь хорошую статистику, а собрать ее будет очень непросто. Поэтому вот я бы сейчас так вопрос не ставил, и, по крайней мере, уж точно, это последняя очередь на вакцину. То есть те, кто переболели, даже если не имеют антитела. А уж если имеют антитела, то и подавно. Это явно не приоритет для вакцинации. Да, Александр Николаевич, ну и вот еще тут один вопрос появился, соответственно. А какова вероятность появления мутации вируса, которые будут, соответственно, помогать уходить от иммунного ответа, сформировавшегося в отношении данного вируса? То есть в отношении первого SARS-а мы такого не видим фактически, а в отношении второго, насколько они вирусы идентичны, насколько мы можем ожидать, да, то есть что судьба второго SARS-а, она будет в какой-то мере повторять судьбу первого SARS-а? Ну, повторять на 100% не будет, потому что первый SARS исчез, второй уже точно не исчезнет. То есть это уже совершенно точно будет пятый коронавирус человека. Как он будет мутировать? Тут есть разные данные, очень волнующие данные были вот от истории с норками в Дании, когда вирус перешел от человека к норкам, а потом обратно к человеку. Такие переходы опасны тем, что на них вирус может меняться намного быстрее, чем в человеческой популяции. Потому что на самом деле вирусы не находятся под таким сильным давлением иммунной системы. Вот вопреки тому, что мы как бы помним из курса микрадиологии, я занимаюсь эволюцией вирусов достаточно плотно, и вирусы отнюдь не находятся под давлением иммунной системы. То есть они совсем не так часто мутируют для того, чтобы уйти от иммунитета, как нам кажется. Потому что те же самые рестраторные коронавирусы, они размножаются отдельно от иммунной системы. Они на слизистой, иммунная система за базальной мембраной, и они друг другу практически не мешают. То есть вирус размножается за три дня, заразил следующего, пошел дальше, после этого начался иммунный ответ. Он вирусу не мешает, вирус не мешает иммунному ответу. Такой замечательный экологический баланс. Поэтому вот иммунная система – это не такое мощное давление, SARS не так быстро мутирует. Хотя, конечно, это возможно, ну, посмотрим, это не будет так плохо, как с гриппом. Потому что когда у нас меняется сезонный грипп, это происходит не от того, что прошлогодний вирус мутировал, от того, что новый вирус возникает из огромного репертуара мутантов, которые набрались за прошедшие там 10-20 лет циркуляции вот этого варианта. А с коронавирусом у нас пока нет такого репертуара вариантов, и в ближайшие там 3-5 лет его не будет. То есть 3-5 лет у нас для того, чтобы как-то с этой проблемой справляться, довольно спокойно есть. Вот через 5 лет посмотрим, да, ситуация может поменяться, может стать заметно сложнее. Но пока что речь не идет о такой проблеме, как с гриппом, я думаю.